Он плачет и смотрит на нас. Ждет от нас чего? Покаяния. Обязательно надо. Пусть приходят и смотрят будущие священники, к чему привело вот это все либерализм. Все больше и больше магазинов открывается в нашем городе, вернее рестораном. Закончил очередной объект, это КФСИ. Халла из Владивостока, очень хорошая женщина. Одна картина будет здесь. Главное не прорезать, сам картон не испортить. Приветствую, ребята, заехал к Георгу, купил новый осушитель, вот Георгу привез, сейчас покажу, на 50 литров. Вот Георг, поздоровайся ребятами. Последнее видео. Кстати, вот у него шпаклевочник. Сколько ты уже по времени им работаешь? Два, три года. Нормально, все, доволен, все хорошо. Ну, ломался часто, пришлось разобраться. Ну, то есть, в принципе, нормально. Своим деньгем отработал в первые полгода, дальше. Слышишь, сколько вот этот вот желтый вытягивал мастер, примерно в сутки? Тот, который вот здесь стоял? Да. Ну, приблизительно. Литров 20 выкачивал, нет? Нет, меньше. Литров 10. Ну, тут большой объем, видишь? Здесь большой объем, экономальный помещение будет вытягивать, на большом помещении не будут столько вытягивать. Ага. Теоретически, да. Короче, давай, сразу мой фхак. Открывай. А, у меня где-то ножик. Прям новенький? Ну, он такой, он, это стоковый. То есть, он выставочный образец. Он нормальный, мне очень нравится. Они, кажется, как будто бы, ты знаешь, не так мощно выглядят, но они работают отлично. Я тебе говорю, у штукатуры... Не-не, сейчас увидишь, он все автоматиков. Включай брюзетку. У штукатуры знакомого, он говорит, Слава, он на 70 заявлено, но он 100 тянул. Значит, я тебе просто покажу, какие там функции есть. Вот это, естественно, включить-выключить. Тут Wi-Fi есть? Да, Wi-Fi тоже есть с телефона. Значит, включил. Подсветка выключается, смотри, двумя клавишами. Все, выключили подсветку. Он полностью в автоматическом режиме может работать. Что это значит? То есть, ты выставляешь какую-то влажность, которая тебе необходима. Если это квартира, то это влажность порядка 60-65. В нашем случае надо много влаги вытянуть из помещения. Можно и 30 ставить, да? Да, поэтому на 30, это, кстати, тут самое минимальное будет. 30. Меньше уже там идет дальше 80. Ставим 30. 30 выставили. Дальше, сейчас пока компрессор не включен. Вот здесь помпа, она не включена. Этот мы выставили, он показывает. Вот это вентилятор. Сейчас. Слышишь, подняло. Значит, вот эта штука, две одновременно зажимаешь. Он будет вот так вот. Закрывать, открывать, закрывать, открывать. Если захочешь выключить, на эти же две нажмешь. Все, выключилось. Подсветка включается так. Ну, если тебе тут необходима подсветка. Меньше подсветку тоже можно как-то делать, но я еще не знаю. Все, выключил. Что? Компрессор. Да, компрессор пока еще, он сейчас набирает. Да, он там, он через две минуты должен. Кондиционер? Нет, он, короче, он на выходе, он еще подогревает температуру. 38 градусов выдаем. То есть температура. Смотри, собирает он в бачок. Бачок на 7 литров. Ну, можешь вытянуть просто на себя. Он автоматически выключится. То есть ты как-то открывается. Самое удобное это вот тот, который в тазик слил и ушел. Все, на проводнии. Так приходишь, выходные надо. Если тебе не... Он автоматическом режиме, когда заполнится, он выключится. Если тебе необходимо будет... Ну, сейчас закроешь, покажу. До конца. Необходимо будет через шланг вот эту штуку откручиваешь. А, сюда шланг. И сразу в канализацию или в бачок. Отлично. Ну, я там точно не знаю, как именно, но вот как... О, он лишь уже собрался. Это я когда покупал, я проверял просто его. Значит, уже трехи есть. Это буквально за сколько? Вот эта вот капля за минуты 2-3 у нас там на месте. Сюда можно просто шланг подключить, накрутить какой-то, если у тебя есть. Ну, ты-то уже там разберешься. Ну, вот как-то так. Ну, заявленная производительность у него 50 литров в сутки. То есть, это очень круто. Но я думаю, что если большая влаженность, то он способен. До 50 литров это вообще супер. Это полупрофессиональные. Профессиональные от 70 идут. У него единственный минус может быть... Ну, как минус? То есть, поток воздуха. То есть, вот если в том осушителе мастера там... О, включен. Слышал? Дотронься. Компрессор включился, да. Все. Уже начинать. Там сильный поток воздуха. Там, предположим, 180 кубов в час, да. А здесь может быть 100 кубов в час. Если ему еще подбавить вентилятор... Компрессор, смотри, вот здесь снимается вот эта штука, если потом грязь. Да, она будет сидит. Да, и просто вот эта штука чистится. Ну, он абсолютно новый. Это, я же говорю, это выставочный образец был. Это немецкая техника, чисто немецкая. Ну, с Италии он привезен. Поэтому пользуйся. Все, вот как-то так. Все. Потом мне расскажешь, как он по производительности, как он что. Вот. Желательно... Тут 71 показывает, да, ладно. Ага. На этом он уже... Игадывает... 54. Угу. Учитывает 69, видишь, начинает падать. Дверит, 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 да. Да. Ладно. Окей, добро. Хотел, ребята, еще поделиться с вами определенной информацией по поводу покраски металла. Будет у меня в ближайшее время покраска дверей металлических, которые выгорели от времени. И покраска дерева. Ну, покраска дерева чуть попозже будет. Значит, по металлу. Я вам скажу, что малер, современный малер, в основном он должен не то, что даже все виды красок красить. Да, он должен красить и низкого давления системы ХВЛП, высокого давления, ХВЛП, система ФФЛП, это покраска структурными валиками, нанесение декоративных штукатурок, покраска высокого, низкого давления. Очень важная подготовка. Ну, речь сегодня будет не об этом. Покраска по металлу. Я очень тесно сотрудничаю с компанией Додос Пицца. В данном случае я сейчас работаю с КФС, с еврооптами нашими, белорусскими работаю. И вот, подготовка. Я вам просто немножко информации дам. Вот в данном случае у нас пришла оцинкованный металл, это воздуховоды. Желательно первоначально их подготовить. Красил по металлу и на водной основе, но все-таки рекомендации мои, красить металл все-таки эмалью, потому что эмаль более агрессивная, и она более механическим воздействием, она более крепкая будет. Какая подготовка? Вот у меня сейчас на земле лежит ветошь, я чтобы асфальт не сильно вымазать. То есть мы берем ветошь, берем обычный растворитель, у меня здесь его под рукой, а, вот он, под рукой, это 646-й растворитель, и просто снимаем заводской, заводской, так сказать, жир. Краску я использую 3 в 1 Альпина, это может быть не только Альпина, это не реклама, это может быть Хаммерайт. 3 в 1 это защита от коррозия, ударопрочное покрытие. Ну и в основном уже современные краски, они без резкого запаха идут. Но в то же время желательно защищать руки, защищать органы дыхания все равно. Дальше. Я сегодня буду красить, ну, такие вообще вещи можно без воздушкой, но расход будет сумасшедший. В данном случае у меня ушло всего 4 литра. Забор у Грака 395-й, где-то порядка от 500 до 700 миллиграммов. В данном случае я буду использовать вот такой агрегат, Vortex, он у меня уже много лет используется. Вообще у меня таких агрегатов 3 таких бюджетных и 2 вагнера. Вагнеры я использую на интерьерной покраске. Один, к сожалению, поломался, вот один в работе. Я вам просто сегодня покажу. Здесь регулировка, то есть у него идет, происходит сзади. Моется он очень легко. Здесь есть несколько моментов, то есть факел у нас идет горизонтально, вертикально, и можно поставить что-то промежуточное, и у нас будет тонкая струя. Итак, начинаю покраску. Батарея садится. Еще хотел добавить одну информацию, почему я крашу вечером при свете фонарей. Любая покраска агрегатов, будь то под высоким давлением, на низком давлении, подразумевает собой очень много пыли. Если бы здесь стояли машины, я просто мог бы попасть, ну, очень большие деньги, потому что это пыль, потоки воздуха, это все оседает на стеклах, это сразу заметно будет. А эмаль отмыть? Нет, уже только под перекраску. Лакировку можно снять, поэтому вот на этом вообще просто обращайте внимание. Здесь у нас промзоны, машин вообще сейчас нету никаких, да, асфальт, поэтому... Покраска Амстронга был грязный, черный, в пятнах стал белоснежный. Хорошо. Ребята, я здесь приехал в саму Брестскую крепость, позвонил Саше Казак. Значит, сегодня приехала выставка. Благодаря нашему мэру Александру Степановичу Рогачуку состоялась эта выставка. Короче, попросили болгарку, рулетку, и вот мы сейчас пройдем. И я думаю, отдельно будет видео снято именно по этой выставке. Это выставки только две. Это в Екатеринбурге, правильно, Саша? Там, где она была расстреляна, царская семья. И одна в Могилеве. И вот эта Могилевская выставка, она ездит не только по Белоруссии. Такое очень редко бывает, и это такое историческое, можно, событие. Сейчас там все... Так, стенды ставишь и так далее. Да. Можем пройти? Конечно, пройдемте. Ребята, уникальная возможность не переключайтесь. Сейчас. Да, да, да. А, все будет нормально, мы пройдемся, что нам не впервые-то, е-мое. Что у нас это? Город мастеров, понимаешь? Красота у нас. А здесь вот эти все картины будут заменены? Последние три зала наши. Ага, все ясно. Направо можно? Традиционные белорусские наряды. Да, да. Вот, смотри, стоп-кадр, смотри. Вот, смотри, царская сия. Царь Николай, царица Александра. Ага. Вот еще такие вот, можно впечатлить. Тоже, можно на ютубе, знаешь, стоп-кадр поставить там. Это вот спин цесаревич получается. Это когда они уже в ссылке были? В ссылке. Там, да, да. Да. Вот такая вот есть, вот четко можешь сюда направить, прям вот на солдат, видишь, это стоят в бою, в бою. Это дивная выставка. Идем дальше. Вот на это все тоже можешь посмотреть. А, так это настоящая фотография? Это кто-то из стариневин дрова рубит. Ничего себе. А, здесь вот, сейчас. Веков блогер Вячеслав Раканов. Здравствуйте. Снимай. Привет, привет. Пресс-секретарь блогера в рубит. Все, спасибо. Я пресс-секретарь. А, вы аккуратно. А мы потом отдельно с вами и видео снимем. Я, это выставка, я думаю, делаю наши. Я пишу. Понятно. А, видео снимаем без этого, но без пресс-секретаря. Хорошо. А, я приехал бы сошел в Болгарку и рулетка надо. Слушай, нам надо малярную. Малярный нож? Я наделал фотографию, но вот, да. В машине у меня должно быть, я сейчас дам. И, может быть, какой-то мерило сейчас там, железо. Мерило, вот оно, рулетка называется. Понима, приезжай. А, ну, сейчас посмотрим, что там. Это вот, будем снимать еще что-нибудь. Сейчас, сейчас глядем. Это, да, это закулисье. Закулисье, да. Вот это происходит. Сборка происходит нормально. Бабушки держатся молодцами. Две бабушки, 70-80 лет. Носят. Все у нас хорошо. Все. Смотри, а тут еще что есть. Вот загляди сюда. Сейчас делаем, сделаем, сделаем, брат. Что-то тут уходит. Ребята, тут забал и лежат. У нас спокойно ныне художник. И вот, вообще, используя, он уже умерся. Ну, его работали в полотне. Это, как это, трипликс? Это трипликс. Трипсик. Трипсик. Тут у меня его авторский комментарий у нас. А вообще, будет какой-нибудь, чтобы какой-то гид, чтобы вот это все рассказывал? Вот интересно будет, когда это все уже... Будет здесь отражитель открытия. А открытия когда? Какого числа? С четвертым. С божьей помощью. У нас крайне не пытается. Мы можем все не сказать. У нас просто есть... Мы с тобой привезли аппаратуру, чтобы кинозал. А, еще кинозал. Кинозал. Кинозал, подвесащий. Кинозал, подвесащий. Кинозал, подвесащий. Уператор, бюджет, бюджет, бюджет. Уже в голосах он выглядит. К сожалению, ему некуда. Пока-то. Понятно. А посмотри, Слава, вот на эту картину. Видишь? Стоит солдат. Это видно уже после 17-го года. Где же Георгиевский продает свою Георгиевскую награду. Ты посмотри. Побитый, видишь? Знаешь что? Это картина наследника. Грустный наследник. Наследник. А эта картина называется... Грустный наследник. Слушай, вот это все триптик. Как их называется? Наследник. Цесаревич Алексей. Смотрит на нас откуда-то там и жизнебесная света. На нас. А нас от него что отделяют? Забор с чем? С хульными надписями. Видишь? Тут написать фильм «Отиида». И там еще что-то. И там еще что-то. Знаешь, на этих аналогах. Да. Нас от него ждет. А он плачет и смотрит на нас. Ждет от нас чего? Покаяние. А вот это персонажи, те, в общем-то, которые, ну, скажем так, активные участники того, той трагедии, которая случилась, к сожалению. Вернее, участники или, наоборот, пассивные наблюдатели, к сожалению, пассивные. То есть, в итоге, армия, которая не поддержала государя, в итоге что получили? Гонение. И, вернее, где-то он там во Франции продает свою честь. Да? Уже стоит он весь босиком, попор, он не свою честь. А ты неправильно понял. И духовенство. Которое, в общем-то, во многом не поддержало императора. Что получили в итоге? Гонение. Смотрят на портрет Каинца. А его уже ведут на расстрел. И Каинца. Ну, образно, видишь, вот об этом клипте. Тяжелая карта. Ну, картина очень, кстати, эмоции переданы. Очень сильные. А я подумал, это к языке... Ну, про духовенство ничего они не пишут. Не, 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 не до того, что нас на этом дух. Что про духовенство? Нормально все про духовенство? Хорошее про духовенство? Двеев, девушка монастыр. Приезжаю, богачинное убрал. Вот у нас священники все были хорошие. А я после этого, значит, спрашиваю, благославируйся. Причем, благославируйте, батюшка, можно ли мыть? Ну, и дай мне весь авторский комментарий. Комментарий для меня. В Витебском семинаре духовный отец-то, такой бы, ответственный проректор по воспитательной работе, отец Александр написал его патрика. Может, обязательно надо, пусть приходят и смотрят будущие священники, к чему привело вот это все либерализмом. Посмотрите, две старушки стоят и плачут. Никто не пришел помогать с храма, две бабушки стоят и плачут. Все нормально. Да. Все хорошо. Придите. Вану, 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 вану. Все три тут. Все, тебе первый день. Это все три тут. Рабочие будни. Все больше и больше магазинов открывается в нашем городе, вернее, ресторанам. Вот, закончил очередной объект, это КФС. На прошлой неделе красил финское фастбургер. Сейчас вам покажу, какие работы были выполнены. Значит, покраска вот этого потолка у меня заняла где-то около пяти часов. Если бы это был ровный потолок, буквально в течение часа полутора часов, за счет того, что трубы вот это вот все. Сейчас ездил, приезжал где-то, какие-то мелочи подкрашивал. И то, я думаю, еще в конце надо будет заехать подкрасить. Я вам скажу по, вот что мне нравится, знаете, Икеа, Бургер Кинг. Как они делают? Они делают настолько все бюджетно. Здесь краска недорогая была, потому что фастбургеры я красил черная краска. Но это была, был копоролом фиболин здесь. Краска компании Фарман Карбон. Это лучшая краска. И она прям черный, самый черный цвет, который только можно было сделать. Открытый верх таки остается. То есть, система приточной вентиляции и рекуперации установили. Наверное, это самое дорогое здесь было. Плитка такая необычная. Кстати, здесь работают ребята из Киргизии, из Казахстана, Поволжья, Россия, Москва, Минск. Вот я Брест, вот я сейчас покрасил, мне инженер говорит, если хочешь, можешь ездить по территории Белоруссии. Даже в Россию, я говорю, как бы не против, если будет такая возможность, почему бы не путешествовать, не посмотреть. Значит, очень интересные плиты мне понравились. Типа текстолита. То есть, представьте себе обычные колонны. Обшито гипсокартоном, потом фанера и вот такой материал. Я впервые его вижу, но у нас он просто не особо распространен. Это текстолит, я так понимаю, да? Что-то такое. Ну, фишка в том, что они его клеят на специальный клей. И я вам скажу, ребята, вот просто они сейчас снимали через какое-то коротенькое время, там еле-еле отодрали, вот чтобы где-то поправить. Очень хороший клей, вот они сначала адгезионный слой делают. Вот, ну, крутая штука, конечно, какой-нибудь гараж обшить. Это толщина у нее где-то миллиметра три. Ну, в целом, сейчас вам покажу, как здесь, вот здесь будет зона выдачи заказов. Плитка. Сейчас я вам покажу, холодильная камера. Я надеюсь, это не секрет фирмы. Раз. Где-то холодильная. Уже закрыты, да? Да, ну да. Ясно. Открыты, только я закрыл. А, ты закрыл, ну ладно. Это закрыты. А, закрыты. Короче, здесь холодильная камера, чтобы можно было где-то, продукцию ничего не портилось. Все, я закругляюсь. Еду сейчас. Так, я переступлю. Еду сейчас к пенсионерке. Работать. Женщина из Владивостока купила дом. Тоже там по мелочи. Какие-то моменты доделываю. Вот. Ну, вот такие вот. Что-то мне в последнее время рестораны пошли. Вот Андрюха работает, мой старый товарищ. Утепляет минеральной ватой. Андрюха, как дела? Утепляет минеральная ватой. Все, ребята. Так, приехал. Сейчас вам покажу. Вот я здесь красил второй этаж и две комнаты. На первом этаже предбанник и гостевой туалет. Заказчица приехала из Владивостока. Очень хорошая женщина. Вот тут. Сейчас будем. Одна картина будет здесь. Все, я приехал. Поэтому я попросила их, говорю, арендуйте мне квартиру на все время моей жизни. Что они делают? Арестовать на 6 месяцев. А наши заработанные честно деньги пойдут на благоустройство нашей семьи. Это нечестно. Вы говорите, что он поведет. Бывает. У него скучный характер, это такое бывает. Но еще раз говорю, что... Крайне это такое. Хорошо, я вам пеку об этом сообщу. Я думаю, что окей. Нахожусь в исторической части города. Заехал к коллеге. Попросил осушитель. У меня три осушителя. Два балу и один от компании Мастер. Старинное здание. Наверное, этому зданию уже больше ста лет. Смотрите, какой кирпич красивый. Ну, люди живут в этом здании. Серега работает на втором этаже. Смотрите, какая лепнина красивая. Все из кирпича сделано. Сейчас уже такую не делают. А если делают, то только с полиуретана. Короче, предлагаю зайти в гости. Такой подъезд сейчас все это увидите. Старый фонд. Еще, скорее всего, деревянные балки. Лестница крутая. Он камеру не любит, но... Хорошая штукатура. Парни, сейчас будут ребята делать фрезеровку. Кто не видел, что это такое, для чего. Сейчас все это увидите. Ладно, нужно меня на сети отметить. Хорошо. Серега, вы потом обойным клеем, ПВА, чем пропадаете? ПВА, ПВА. Посмотрим. Без грунтования, с грунтованием или сразу? Да, грунта сразу напоминает. Он пылесос выбирает, там пулевая пшеница. Ага. Вот интересно до конца посмотреть. Весь процесс, да? А диск по металлу, да? Конструкция самодельная, все, да? Ты же видишь, пылеотводик такой. А 32 трубы? Сами делали, да? Ну. В смысле, сами? Во, заказчиков было тут. Забыл. Резинный переходник. Ну, прикольно. Пыли вообще нету. Покажи, как дальше, как вы делаете. Да, все. Оп, заводим, кранчик. Завернули. Сделали этот стык. Где наш пыла? Ну, наверное, как право. Столярка. Это даже слабо универсальный клей. А через сколько она уже сухая будет? Сразу приклеили, сразу смонтировали на стену. Дальше он доходит сам. Уже поместил. Можно, конечно, лучше делать это заранее. Обязательно хорошо промазать, не жалеться, кого от клея. Чем-то прижиматель, не просто. Ну, шпателем. Шпателем. Есть вообще лучше, конечно, взять угловой валик для обвода. Ему очень хорошо было прикарпываться. Я особо не затканяюсь. Взял, главное посерединке взять, стартануть две стороны. Все, хорошо продавливаешь, краешь вначале. А потом продавливаешь все остальное. Главное не прорезать. Сам картон не испортить. Потому что потом это будет такое не очень хорошее место. И получается заводской шов сразу же. Все, и он... Ну, и как бы его нужно сушить, конечно. Забыл профиль на уни-профиле. Правило. Правило забыл на одеть. Поэтому... Вот дальше. Вот у него пристелный профиль для перегородок 40 на 50 тоже для этого очень хорошо подходит. А, представь, девятку используется вот? Какой? Здесь. Картон? Нет, только 12,5 влажных. Стеновой картон, который типа это только для сухих помещений, может подойти еще как подкладочный слой под второй слой. Но, так как у нас очень высокая влажность на объекте, и так картон влажный уже. Не хочет даже фрезероваться тяжело хочет. Ну, это же не фрезеруем, это просто мы делаем заводской шов. Для того, чтобы в него втопить к нам в ленту. А ленту вы курт используете к нам? Да, к нам в курт. Клеим его на фуген, либо он унифлот, без разницы. А потом... А потом уже поверху... А, ну здесь уже все дальше. Потом полимерками отрабатываете запотлицо? Или сразу же... Нет, нет. Ну, все клеем, утапливаем курт-ленту вовнутрь. Вот. Ну, нормально, это уже проверено. Сделали уже у меня один объект. Холосто используйте? Обязательно. Обязательно. Правда, клеили на семеновский, что-то не покатило нам. Будем на грунт-краску клеить. Вот так. На грунт-краску? Да, как Юра про семена. Он сейчас вот отработал уже этот момент. В принципе, цена работы не меняется, и материал точно так же. 65 рублей ведро гунт-краски, зато точно оно отрабатывает. Слушай, первый раз такое слышу. Во-первых, это 100 пудов, что не будет подрывов, отслоения холста. 100 пудов. Уже это отработанная версия. Я лично не видел. Хорошо, а почему не бостик, не болт-бастик? Потому что, во-первых, нужно сушить минимум 2 суток. Минимум 2 суток. Нужно сушить. Для того, чтобы нормально холстить. Серега, вообще, как относишься на шпаклевку? Я, например... Нет, нет, ни в коем случае. Вот в России. Шпаклевка – это шпаклевка. Это шпаклевка. Все, ничего не надо. Я просто всегда тоже задавался. Да, просто я очень не фигеваю, когда не буду называть, кто. Ну и многие знают. И ребята конкретно, делая крутые, дорогие объекты, там, и не только квартиры, дома, и магазины. Они вот прямо вот так рекламировали поклейку холста на шпаклю, там, на финишные ведра. Я сейчас, ну, блин, ну, как-то... Плюсь им в лицо. Хо-хо-хо. Уже это полная халтура. Шпаклевка – это не клей. Во-первых, шпаклевке тяжело выйти полностью материалу сквозь волокна. А если... Конечно, конечно. Шпаклевка – это густая, густой материал. Так вот смотри. Даже, даже, даже эти... Страйфлекс-ленты. Страйфлекс-ленты. Они же вообще не промокариваемые. Сам даже Юра вот это четко описал. Мы делаем, когда клеим ленты, мы ждем минимум двое, а лучше трое суток, когда они... Потому что ты запечатываешь там вот эту всю влагу, и шпаклевка полимерная, не хочет сохнуть под длину. А потом начинают вот эти подрывы, если поспешил, заворачивание, отслоение. Видишь, не хочет. Нормально. Я просто к тому, что все-таки плотность, средняя плотность стеклохолста, сколько там, 45 грамм на метр квадратный, да? Или 160 грамм. Не, не 160. Нет, 45. Да. Вообще, средняя 40 грамм. А, 40 грамм. Да, все правильно. 25 грамм самая низкая, 40 грамм средняя. Ушли от Велтона, часто. А представь себе, если там плотность 60 грамм на метр квадратный, насколько шпаклевке тяжело выйти из поры. То есть шпаклевка... Во-первых, у нас не должна быть просто очень жидкая такая, а если ты разжижаешь материал, то он теряет свою прочность и свойство. Это то же самое, что делать, когда в бетон добавить очень много воды, вся вода вымывает цемент, и сверху останутся просто щели. Когда бетончике... Маркопрочность-то теряется. Конечно, конечно. Это делаем специально фрезеруем наружный угол, для того, чтобы на него наклеить ленту. Тогда, соответственно, не нужно никакие оттяжки делать, То есть он сразу идеально клеится в плоскость. Просто для наклейки лента, это наружного угла делать. А слышишь, страйк флекс, вот эти американки так называемые. Вы используете в основном только для формирования внутренних углов наружных? Нет, внутренние, наружные, для создания управляемых трещин, когда, допустим, штукатурные потолки в плитах перекрытия. А сопряжение потолок-стена? Обязательно. Если делаем без плинтусов, обязательно здесь используем все, через демпферную ленту делаем, потому что делаем все, монтажем профиля, все полностью. Перегородки у нас стоят не на полу, а профилячить демпферную ленту. Да, я там, кстати, где-то видел, сейчас вот... Вот, можешь показать. Сейчас где-то я обращал внимание. Да, вот демпфер. Надо длить назад. Еще, еще. А уже все. Ну, все-таки, 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 все-таки. Серега, спасибо за кофе. Очень вкусное. Возвращаю. Сегодня красим лизинговую компанию. Освежаем. Поэтому у нас... К нами идут банки, к нами идут капиталы. Будем жить. Вторую прививку делаем «Спутник Ви». Как и обещал, расскажу вам симптоматику после первой вакцины. Вот прошло... Я немножко... Через сколько там? 14 дней первая делается? Нет, вторая не раньше, чем через 20. А, 21, я где-то через... Вот на 23-24 день делаю. Второй. Сейчас. Ой, второй, кстати, страшнее, чем первая. Почему? А, не знаю. Я как иголку увидел, у меня сразу... А, все, так быстро. Благодарю. Делал я вторую прививку. Получил вот такой сертификат. Он платный, стоит 5 рублей 24 копейки. Пишется на русском и английском языке. Здесь указано, чья это вакцина. В данном случае, вот у меня указано, что это российская вакцина. Спутник. Российская, да? Еще в этих сертификатах могут указываться китайские вакцины. Кстати, китайские вакцины, они вот при мне, женщина спрашивала, только завтра в Брест завозят. Вот. Я, честно говоря, китайским вакцинам вообще ни капельки не доверяю. Потому что я не видел ничего хорошего, чтобы они что-то хоть нормальное, хоть что-то сделали. У меня много вопросов к китайцам. Поэтому российским ученам больше доверяю. Что этот сертификат дает? На границе нас могут спрашивать или тест. Тест, кстати, стоит 20 рублей, около 8 долларов. Вот. А этот стоит 2 доллара. И тест он годен на 10 дней. А вот такой сертификат он на год. Но, к сожалению, только в странах СНГ. Вот. В Европе он не котируется. У китайских котируется. Вот. Ну, как-то так. Потом, после 14 дней, когда... Сейчас, секунду. После 14 дней, когда выработается антитела, я вам расскажу, как я себя чувствовал после первой прививки. Наверняка вам будет интересно. И после второй прививки, тоже 14 дней надо, мое самочувствие, какие-то симптомы, что это было, как это было. Поэтому, я думаю, вам будет интересно. Первое занятие. Папа, не будем? Давай, сынок. И вперед. Ладно. Бойся. Папа, можно и мне? Ты тоже хочешь? Игусе, парень. Ты здесь сиди и посмотри. Чему ты научился? Показывай. Ничего себе! Лен, ты видела это? Красавчик, молодец. А потом мы еще... Папа, поломни. Нет, мама. Мы домой не поедем. Вообще молодчина. Мама, мы...